Всем добрейшего времени суток, с вами Светим Бестой Жизни. Сегодня я расскажу вам про 5 пунктов в правилах, вернее, ну, 5 пунктов. Расскажу в виде правил, которые вы можете, соблюдая которые, вы будете жить против подлодок намного лучше. Вам они не будут доставать сильное неудобство, вы будете выживать чаще. Но опять же говорю, это не панацея, так как все-таки подлодки являются прямым контрпиком нам. Ладно, давайте начнем. Ваше главное оружие против подлодок это дистанция и авиация, никаким образом не пушки. Первое правило. Если в вас плывут торпеды, а вы плывете к ним бортом, то сбросите ход, они пройдут мило. Это если речь идет о пуске с 4-5 км. Второе. Если подлодка подобралась на дистанцию в 3-4 км, то в этой ситуации ваша задача развернуться к ним кормой и идти относительно подлодки на 30-45 градусов. Чтобы при запуске торпед мы давали разворот на 90 градусов в противоположную сторону и торпеды, по сути, просто пропускались дальше. Третье правило. Не идем бортом к подлодкам. Так труднее всего мансить, особенно на линкоре, если бы точно невозможно. Вот. Поэтому мы либо уплываем от них, либо умираем. Потому что если мы идем на них, по сути, это то же самое, что и смерть. Четвертое. Когда вы остались один на один с подлодкой на линкоре, ваша задача состоит из двух пунктов. Первое. Все так же рвем дистанцию и... Ну, по сути, почему рвем дистанцию, а не плывем на подлодку за остров, да? Потому что мы являемся главным кормом для них. Поэтому обходим остров за 5-7 км. Да, это очень долго. Но если ваша задача победить и уничтожить ее, то не забываем, что у нее задача такая же, как у вас. У нее преимущество это ближняя дистанция, у вас дальняя. И второе, что вы можете сделать в такой ситуации, оставаясь один на один, это бесим ее авиацией. Это то, что можете доставить реально массу неудобств. По сути, на этом все. Все пункты кончились. Это все. Золотой перелетут нету, так как подлодки являются прямым контрпиком медленных кораблей. Собственно говоря, линкоров. Поэтому это единственный вариант уйти от участи и быть съеденным. Хоть разрабы сделали ограничение на 2 подлодки, в каждой команде это никак не спасает. Хоть есть и мини лайфхак, как можно уменьшить их количество в ваших боях, но давайте об этом я уже расскажу в практическом видео, которое будет у меня в следующем на моем канале. За идею для ролика спасибо Сергею Дроеву, или Дроеву, не уверен точно. Спасибо. Очень классно, конструктивная критика действительно помог. Все. Спасибо за просмотр еще раз. Всем пока, всем добра.